Здарова, ребята! Меня зовут Максим. Настал, настал этот день, который я так долго откладывал. День боли. Наверное, кто-то мне за это сразу поставит дизлайк. Любители стаутов. Сегодня будет обзор на два стаута от IFBrew. На лоботомию, если конкретно. Не стал даже раньше времени наливать их по стаканам, чтобы продемонстрировать, может быть, кто не видел. Может, кто не знает, что такое лоботомия. Это, в общем, эксклюзивный сорт. В принципе, все сорта можно назвать эксклюзивными у той или иной пивоварни. В общем, в чем прикол лоботомии, что она раз в год всего лишь разливается по бутылкам, а до этого предварительно она выдерживается в бочках. И каждый год она разная, в зависимости от того, какая бочка используется. Подробнее я вам расскажу уже непосредственно во время дегустации. Можете обратить внимание, как роскошно выглядят бутылки. Залито сургуч, да, это называется, по-моему. Но прям вообще максимально понтово. Ну и стоит тоже понтово. Вот эту версию я купил по скидке, потому что она прошлогодняя. А у него типа срок годности год, а нет, два года. Но тем не менее, ее уже в Мирбире по скидке продают. А вот это за фулл прайс. Но я ее покупал в дешевом магазине, поэтому сэкономил все равно. В общем, давайте нальем и по ходу поговорим. А, ну и соответственно, предварительно сейчас все дело распакуем. Проще нож взять. Хотя ближе ножницы лежали. Эх, даже жаль красоту такую уничтожать. Фирменная пробочка под этим делом была. Ребят, тут такой прикол. На видео, когда наливаю, это будет, наверное, заметно. Но вернее, это будет заметно. Очень много было пены, буквально полстакана. Я первый раз, наверное, в жизни в стауте такое вижу. Необычно, так сказать. Стакан, к сожалению, видите, у меня не тот, в котором я обычно пью стауты, потому что у меня всего лишь один такой стакан, а стаута два. Поэтому вот этот стаут я решил из такого стакана попить, из фирменного Айвбрюшного. Так, Лоботомия ПХ. 26 июня 2021 год, дата розлива. Ее зовут Лоботомия ПХ. В ее черном прошлом 8 темных солодов, 3 вида сахарной зависимости, привычка к первосортной мадагаскарской ваниле и 12 месяцев добровольного заточения в чертогах нового фаворита, огромных и синий-черных бочках из-под испанского Педро Хименеса. Последнюю субботу июня она ударит жирным нефтяным фонтаном выше самых высоких заводских труб и тем самым положит начало долгожданному карнавалу любви и отборной мерзости нашему фестивалю Лобо Дэй 2021. Такая вот аннотация. Я на самом деле даже не ожидал увидеть какую-то аннотацию, потому что у АФТ, как правило, на бутылках одно и то же все написано. Мы, АФ Брю, для тополя. А вот здесь парни не обломались и реально описание пива сделали. Ну, классно, классно. Спасибо. Не пастеризованная, нефильтрованная, не светленная, темная. 13,5 спирта, 37 плотности. Состав вода. Солод ячменно-светлый, солод карамельный, солод джона, ячмень обжаренный, лактоза, хмель дрожжи. Интересный осадок на бутылке такой. Опять-таки тоже не ожидал от стаута. Наверное, к сожалению, не видно на видео. Жаль. Не знаю. Какая-то белая шваль. Вот реально не ожидал от стаута такого. Что бы это могло быть? Дрожжи? Ой-ой-ой. И на дне. Вот это, да. Я, конечно, все понимаю, то, что она уже год хранится, но я что-то даже не подумал, что нужно как-то, возможно, заболтать реально от стаута. Такого не ожидал. Интересно. Надеюсь, я немного потерял из-за того, что не вылил этот стакан. Так-то там еще осталось. Можно постараться как-то все не завалечь. Хотя, ну да, смывается потихоньку. А может, это мусор какой-то осен, который не стоит пить. Кстати, что такое Педро Химерис? Я на самом деле понятия не имею. А, Педро Химерис ПХ. Так вот, почему она аллоботомия ПХ. Это белый винный сорт винограда. Из-под винишка получается. Интересно. Педро Химерис входит в состав знаменитых на весь мир испанских крепленных вин. Херес и Малага. Ну, немного забегу вперед, скажу, что, по-моему, вот следующая аллоботомия будет. Там прямо указано, что Херес. А здесь вот, ну, то есть, получается, это же сорт винограда, Педро Химерис. Все-таки, а напиток-то какой? Ну, сейчас там еще есть в соцсетях аннотация. Давайте ее зачитаем, пока я тут бутылку трясу. После 28 апреля 2021 года. Это интересно, про эту аллоботомию или про следующую? Просто здесь написано, что аллоботомия Х. Ну, так-то под описание все с мной подходит. Десятый месяц. Педро Химерис. Восемь темных солодов. Три вида сахарной зависимости, тростниковая, карамельно-кукурузная, синепременная мадагаскарская ваниль и новый фаворит от The Welder Катарин Уганда Буди Черри, выдержанная в бочках из-под лалоботомии Серебрал 2020. Аромат темный виноград, шоколад, вкус темный виноград, цвет цветы, шоколад почти как пьяная вишня, только кофе. И напоминаем, что от... Надо, не важно. Я ничего не понял. Ну, в общем, да, это описание имеет все правильно. В общем, какая-то такая винная, да, история должна быть. Ну, по аромату обычный стаут. Давайте и не будем ходить вокруг да около, сразу попробуем. По аромату пока ничего не могу сказать. Чувствуется, что оно очень крепкое, прям, ну, такая алкашка не мерзкая, но чувствуется градус и прям моментально он тебя берет. Какой-то, как будто, кисловатый привкус, возможно, из-за винограда. И газация, как будто бы, реально чувствуется такая, ну, повыше, чем у стаута обычно. То, что вы изначально выразилось в пене и вот сейчас это чувствуется, когда пьешь. возможно, добродило оно, не знаю. Очень густое, вязкое, сладкое. На самом деле, лоботомию до этого пил всего лишь один раз. Это получается вот двадцатого года. вот сейчас двадцать первого и вот следующий будет двадцатого с двадцатого года пробую. Ну, про двадцатый год уже ничего не могу вспомнить. Я не знаю, делал ли я чекин в Антабте. Такое ощущение, что от алкоголя даже десны как будто не имеют. Как будто бы обезболивающее в колое. В чем прикол лоботомии, как я уже сказал, ее раз в год презентуют на фестивале, который проводит АФ Брю. Лободей, так называемый. Ни разу я на нем не был, даже в то время, когда активно ходил к ним в Топрум. Все-таки АФ Брю Топрум это такое заведение не из дешевых. К ним и в принципе-то недешево сходить пивка попить. Ну, на дне рождения, как правило, я ходил, потому что там вход бесплатный, но сколько хочешь пьешь, да? Сколько тебе позволяет бюджет. И уходишь. А на Лободей, там уже получается, нужно билет покупать. Хоть и пиво безлимитное, но по-моему три с половиной тысячи стоил билет. Возможно. Но это не точно. Ну, извините меня, я на Мьюз дешевле билет покупал. Наверное, даже нет смысла говорить, что за год это пиво не потеряло во вкусе ничего. Хотя, как я могу с уверенностью заявлять, я ведь не пробовал год назад. Но оно для эйджинга подходит, насколько я понимаю. Поэтому, ну и в принципе сорт такой выдержанный стаут. Мне кажется, он бы еще год, а может быть и больше пролежал бы и ничего бы ему не было. Если сравнивать с последним стаутом, который я пробовал, получается было от Брюди Вижена Черная Дора, там вот явно чувствовался очень аромат ягод. Здесь, ну в принципе здесь ничего такого и не заявлено. Я к тому, что не чувствую я вот нюансов бочки или что-то типа того. Но что могу сказать точно, но это не проходной стаут. Все-таки в нем что-то такое, что-то в нем есть. А что сказать не могу. Давайте следующий попробуем и потом сравним их. Итак, Лоботомия X. Ничего не видно. Там хотя бы на темном фоне были светлые буквы, а здесь наоборот. И из-за света я вообще ничего не вижу. Еще есть шрифт мелкий. Одним из примеров бессилия буржуазной медицины является пользующийся широким распространением американских психиатрии новый метод лечения психических заболеваний лоботомия. Естественно, что в среде наших врачей воспитанных в духе славных традиций великих гуманистов Боткина, Пирогова, Корсакова, вооруженных учением ИП Павлова не может быть места таким методом лечения как лоботомия. Тем не менее и у нас нашлись люди, которым оказался по вкусу этот заокеанский плод лженауки. Вот это уже познавательная аннотация. Я вот полжизни жил на улице Боткина, но даже не знал, что это был врач. Теперь знаю, спасибо, Байф Брю. Я стал умнее чуть-чуть. Так, 15,1 алкоголь, 39,4 плотности. Еще круче, чем предыдущие. Вода, солод, ячменный, несоложенные зернопродукты в шкубочках ячмень, хмель гранулированный, лактоза, дрожжи пивные. 25 июня 2022 года дата розлива. Посмотрим, что они пишут в соцсетях об этом. Новая юбилейная лоботомия сварена почти год назад в лучших традициях отечественной пивной психохирургии. Она сдобрена жирной мадагаскарской ванилью и новой эфиопией под молочко от The Wilder Catherine зерно, для которой выдерживалось в хересных бочках из-под прошлогодней лоботомии PX. А, значит, это хересные были бочки. Ну вот. Последний год новая лоботомия провела в 40 бочках из-под Ямайского и Барбадосского рома. О, а я думал, что вот это из-под хереса. Но уже готова, как пожиратель разума, снова собираться в единое целое, чтобы выйти в свет и вершить свой суд на главном пивном карнавале этого лета. Прикольно. Значит, это из-под рома. забавно, что вот здесь, когда я наливал, я очень сильный винный аромат почувствовал. виноградный ром, это тростниковый сахар, да? Ну ладно, сейчас, сейчас будем разбираться, что есть что. Я, наверное, сразу отопью, потому что иначе я просто разолью это все. всего лишь 2 градуса разница. Я как будто реально чего-то крепкого бахнул. Блин, у кого-то делся аромат. Вот, серьезно, когда наливал, прям чувствовал аромат какой-то винный. Что-то такое кисловатое. Я еще думал, о, да-да, кайф. Вот это я люблю. из-под вин выдержанные пива. Но что-то нет. Здесь получается ром, Что же он такой лютый-то, Пипец, он крепкий. Ну, я, конечно, понимаю, что 15 это много, но просто на контрасте с тем я немного удивлен. Купажирование не буду делать, сразу говорю. Только в себе. Нет, вот это вот намного приятнее. Пьется, по крайней мере. Вообще не чувствуется 13 градусов. прям, ну, здесь даже на аромате уже чувствуется, что спрет спиртяга. Интересно, это вот бочка так сыграла. то, что здесь из-под хереса напиток такой менее крепкий, да, чем вот ром. Хотя, смотря, какой ром тоже ром я пил, который вообще мягкий максимально. Пьется очень легко, приятно. Кубинский. Мне нравится больше всего ром. очень забавно, что на моем канале из всего пива больше всего обзоров собрал обзор на реаниматор. Я уж тоже не знаю, что сыграло ключевую роль кликбейт, что я написал, что это самое крепкое пиво, либо людям просто нравятся стауты и обзоры на стауты, я не знаю, но посмотрим, как лоботомия себя проявит. Я хотел, на самом деле, еще третье пиво сюда забабахать в обзор, ну, как обычно, чтобы было три. Это оверхайп стаут 22 года, но в итоге я все-таки решил, что я его отложу для обзора на АФ-ку, и слава богу, что я его решил отложить, иначе это был бы перебор. Интересно, конечно, с одной стороны сравнить стауты, потому что я вот даже, ну, я в шоке, какая большая, ну, это просто пропасть между ними. Вроде как, ну, когда пьешь, я вот даже говорил, я, получается, когда пил реаниматор, говорил то, что вот, я, честно говоря, не вижу разницу между парадоксити, ну, типа стаут и стаут, но на самом деле, возможно, вот если бы я в лоб в лоб попробовал, я бы заметил разницу. Так же вот и здесь. понятное дело, вот стопудово, если бы я отдельно пил, но сейчас уже не вспомнить те ощущения, прям вот, больше всего отложилась в памяти черная дыра, потому что она была ягодная. Я такого вообще не пил никогда. У Газбрю я пил стауты, там банановые были, тоже прикольно, необычно, тоже запомнилось. А вот есть стауты такие, ну, типа базовые, грубо говоря, ну, то есть не совсем базовые, конечно, выдержанные, но тем не менее, все-таки акцент именно на то, что это стаут, никаких добавок нет. Хотя, блин, я не знаю, или они все-таки засыпают. Еще дополнительно, вот ваниль, не ваниль там. Что такое вообще Эфиопия под молочко? Что такое вертокартин? Давайте узнаем. А, это кофе. зерно выдерживалось в бочках из-под лоботомии. А что они потом с ним сделали? Не, увы, увы и ах. Если кто шарит за лоботомией, напишите в комменты. Мне интересно, я был на экскурсии в Эфке, но я уже забыл, это было в 19-м году. Они там рассказывали плюс-минус, что там, как делается вот эта лоботомия. Я, конечно, уже подзабыл. В какой момент они добавляют мадагаскарскую ваниль и кофейные зерна. Сталуты, они так и так. Ну, кофейные, типа, из-за жженки. А тут еще прямо непосредственно кофе, блин, ну, он нагревается и он еще больше раскрывается алкоголь. Вот уж точно, ром так ром. Но аромат, увы, я уже тот не ощущаю. Блин, прямо жаль, на самом деле. Надо было его первым пить тогда уж. Ну, так классно пах. А сейчас просто жонка. Я даже, не знаю, я вот из-за алкоголя не могу ничего по вкусу сказать. Потому что он прямо преобладает. Слишком, слишком сильно. А у меня вот изначально на него прямо вообще были ставки, конечно. я думал, что это прямо будет прям бух. Так, меня впечатлил его аромат. А сейчас уже вот этот больше себе располагает. Буду ли я покупать дальше лоботомию? Да, наверное, буду. Так же, как реаниматор. Что там раз в год, что выдаст интересного. Афка, интересно, насколько вообще в целом хватит их запала, так сказать. Кстати, я хотел вот этого чувачка даже себе набить татушку. Я как-то раз получается в Афке был на дне рождения. Это было в прошлом году, получается, или позапрошлом. По-моему, в прошлом. И там была такая тема, что тату-мастер бил татушки всем желающим просто так. ну, соответственно, не любые татушки, конечно же. Иначе бы люди приходились своими эскизами просто на халяву чисто ради этого. Там была такая тема, что есть вот набор эскизов готовых, и можно набить. Но они так или иначе все связаны с Афбрю. Я вот хотел себе этого чувачка набить, но я как-то так свою очередь пропустил. То есть, не то, что пропустил, я просто вовремя не занял очередь, потому что не мог решиться. Хочу, не хочу, а когда уже занял, там люди такое чувство, что прям забивались по максимуму. Такое чувство, что некоторым вообще без разницы, что бить, лишь бы забиться. и в общем, я не дождался и ушел. Так что я вот, я остался чист. Никакой Афбрюшной рекламы на моем теле не набито. Вот если бы они еще скидку давали какую-то, как доминос пицца, по-моему, у них же была такая тема, что годовой запас пиццы, или пожизненный запас пиццы они разыгрывали тому, кто татуху набьет. Что-то такое. По-моему, это вообще распространенная тема в практике мировой у брендов различных. Но, как правило, насколько я знаю, это ничем хорошим не заканчивается. В общем, ладно, ребята, спасибо за просмотр, спасибо за лайки, за комменты, подписывайтесь. Меня зовут Максим. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok